Добрый день, почтенная аудитория. Я сегодня буду говорить о Новгороде и Рюриковом городище. Так, сейчас поднять, как все работает. А, нижняя, понял. Ой. Ладно. Как-нибудь что-нибудь бы подкрутить. Несколько провокационный слайд. Придется вам верить мне на слово. Здесь Рюриково городище и Новгород, они закрашены цветом, но видно не очень хорошо. То есть вот в верхней части Новгород в пределах вала окольного города, это площадь где-то 4,2 квадратного километра, но это на конец 14 века. А вот здесь вот внизу, я буду пальцем, вот здесь вот внизу маленькое желтое пятнышко, это Рюриково городище, вернее городищенский холм, площадь которого составляет около 1,1 квадратного километра. Провокация состоит в том, что я сравниваю 9,10 век и 14 век, это неверно, но заодно это показывает масштабы одного памятника и другого. Если мы говорим о истоке Волхова в целом, то есть и Рюриково городище, и Новгород, они отстоят от озера Ильмень на небольшое расстояние, на где-то 4 километра городище, на 6 километров Новгород. Здесь на слайде течет Волхов. Вот эта полоска, в ней даже виден кораблик, но не очень хорошо. Это Северсов канал, прорезанный в 18 веке и частично прошедший по территории городища. Маленькая карта с кружочком показывает зону расположения, если кто не знает, озеро Ильмень, это где-то 550 километров отсюда, на север. И верхняя карта показывает то же самое в системе, ну скажем так, циркумбалтийского региона и Западной Европы. Любопытно, я не хочу сказать, что Новгород центр мира, но от Новгорода до Москвы по современным дорогам 550 километров, от Новгорода до Гнездова 570 километров, от Новгорода до Таллина 550 километров, столько же, сколько до Москвы, а до сюда 530 километров. То есть, в принципе, мы равноудалены от всех точек, которые у нас имеются, в том числе эта площадка. Подобная схожая картина была и в средние века. Здесь большая карта торговых путей на раннее средневековье. Вот Новгород и различные трассы. Я не знаю, из зала хоть как-то видно, я надеюсь, хоть чуть-чуть. Ну, поскольку делается видео и презентацию я передам организаторам, я думаю, что это можно будет наложить в приемлемом качестве и посмотреть эту лекцию еще позже на видео. И более крупная карта, где в центре озера Ильмень, в озеро Ильмень впадают три реки. Река Мста впадает с северо-востока. Считается, что по ней можно попасть в Волгу путем некоторого количества Волоков. Но вот никто из современных реконструкторов водных транспортных средств этого не делал. Река Ловоть, по ней можно попасть в Днепр. Опять же, несколько малых речек Волоки вот это делали. Но, может быть, не очень успешно, но, по крайней мере, опыты подобные есть. Впадает еще река Шилонь. По ней, опять же, путем небольшого... По прямой можно попасть до Порхова. Там стоит новгородская крепость XIV века. И небольшим Волоком в речку Череха и, соответственно, дойти до Пскова. И вытекает из озера Ильмень единственная река Волков, по которой прекрасно попадается в Ладожское озеро и далее в Балтийское море. То есть у нас некий центр водных средневековых путей, которые, и это нужно учитывать, могли работать как летом на лодках, так и замерзая зимой в качестве санного пути. То есть ровный, гладкий речной лед с неглубоким относительно снегом, это очень удобно для достижения нужных целей. Верхняя часть, северная часть озера Ильмень и район истока Волкова в очень большой степени насыщен археологическими памятниками, в отличие, скажем так, от Старой Ладоги и ее округи. Здесь множество сельских поселений. Три городища Ирюрикова. То есть у нас есть Сергов городок, который контролирует вход в реку Веряжа. Здесь же стоит городище Георгий, с которым не совсем понятно, что это такое, потому что оно достаточно повреждено. Далее в истоке Волхова практически на небольшом удалении стоит Ирюрикова городище. И на севере, на обходной трассе вокруг современного Новгорода по Малому Волховцу стоит городище Холопий городок. Очень часто название калькируют напрямую. Не знаю, насколько это правомочно, но на подумать Холопий городок это будет Трелеборг. То есть так вот, не факт, что это так, но это как минимум любопытно. Важный момент в том, что Сергов городок это Д-образное городище, оно расположено на острове, и его стена защищает гавань. Д-образные городища традиционно считаются скандинавского происхождения. Их много на территории Скандинавии. Смысл прост. Ты защищаешь гавань от возможного нападения с земли. Соответственно, Сергов городок защищает вход в Веряжу, по которой можно было пройти мимо Перыни, где расположен культовый памятник. Не совсем, конечно, святилище Перуна. Новые работы прошлого года показали, что там не одна срытая сопка, а несколько. Но это в любом случае культовый памятник. И дальше идущие водой упираются в Рюриково городище. Но обойти его ни по Волхову, ни по Малому Волховцу с севера нельзя, потому что там трассу контролирует холопий городок. То есть перед нами система городищ, которая закрывает безнаказанный проход в зоне как Рюриково городище, так и современного Новгорода. Не очень хорошо видно, жаль, но современный гидрорежим системы озера Ильми, не впадающих и вытекающей реки Волхов, он подразумевает колебания уровня в среднем от 3 до 6 метров в паводок и до 9 метров, это пиковые значения. Здесь фотография 2014 года. Мне вот отсюда видно, но вот здесь более темная струя. Это чистая вода, которая идет из Мсты, а в Волхове вся вода коричневая, потому что она идет из достаточно мелкого озера. В мае месяце вода поднимается, я надеюсь, что на следующем кадре. Нет, следующий кадр у меня про другое. Следующий кадр про тысячи, это фото 1903 года. Оно, собственно говоря, о том, что здесь на дальнем плане, вот тут вот по линии горизонта, Новгород, это фотография, собственно, с городища, вот этот ландшафт не изменился до сих пор. То есть он затапливается практически полностью, там ничего не строится, и мы можем считать, что ситуация гидрологическая, как сейчас, в 20-21 веке, так и в 10 веке примерно схожи. Вот, собственно, съемка с воздушного шара. Сейчас очень удобно. Появились, как это сказать, платные летательные средства, на которых люди выкладывают свои фотографии в соцсети. И этим можно пользоваться, но вот этот небольшой островок, это Рюриково городище, вот эта белая полоса, это железная дорога Санкт-Петербург-Орел, ее насыпь, недостроенная в 1913 году на дальнем плане Юрьев монастырь, здесь озеро Ильмень, и вот то, что кажется берегами, это берега и являются, но там на момент фотографирования была глубина около полутора-двух метров. То есть уровень Волхова поднимается настолько, что городище становится островом. Ну, по крайней мере, пока что мы убеждены, что такая же ситуация сохранялась и в 10 веке, она немножко изменилась в 12-м, потом в 14-м, 16-м изменилась в другую сторону, но это не... потом, может быть, при вопросах я отвечу. Соответственно, я забегу чуть-чуть вперед, то есть та же фотография, городище Юрьева, Пирынь, озеро Ильмень. Главная проблема возникновения Новгорода и его названия ставилась всегда очень просто. Если Новгород новый город, то где Старый? Клиентов на Старый город было множество. От Старой Русы, которая стала старой после того, как основали Новую, и Старой Ладоги, которая тоже стала старой после того, как основали Новую Ладогу, до различных населенных пунктов и археологических памятников, но в том числе и фигурировало городище. Впервые городище упоминается в 1103 году, и городище в древнерусском языке, да и, собственно, в современном, означает место, где был город. Но тогда, с момента его начала изучения вообще археологии в России, то есть с 19 века, на городище не было никаких укреплений найдено. То есть если это бывший город, то где укрепление? Соответственно, вот кусок, который я забегаю вперед, все знают, что в скандинавских сагах Новгород именуется Хольмгородом. То есть можно перевести, как город на острове или остров-город. Но проблема в том, что первая часть названия Хольм это скандинавский остров, а подобные градонайменования возникают только в том варианте, когда первая часть местная, а гард добавляется уже скандинавами. То есть мы знаем Кенугард, Острогард, первое название должно быть местным. Но если на этой фотографии городищенский холм представляет из себя остров, и мы полагаем, что в 10 веке было то же самое, то в русском языке это называется холм без мягкого знака. Соответственно, холм преобразуется в хольм на слух даже сейчас без проблем. Поэтому, скорее всего, скандинавы заимствовали славянское название холм, и преобразовали его в хольм. Тем более, что на остров это было похоже. Соответственно, территория Рюрикова городища никогда не называлась Новгородом. Это до Новгород. И, скорее всего, назывался холм город. И уже когда возникают новые районы, скажем так, они получают название Новгород. Систематические исследования на Рюриковом городище ведутся экспедиции «Имкран» с 1975 года и до 2019 года возглавлял Евгений Николаевич Носов, с дальнейшего времени возглавляет Наталья Вадимовна Хвощинская. Городище прекрасно опубликовано по меркам отечественной археологии, то есть три монографии, одна чистая монография и две коллективных и множество статей, несколько сотен, мне кажется. Соответственно, здесь на фотографии здесь показаны зоны исследований, они располагаются в центральной части городища около существующей церкви Благовещения, на северном берегу канала и на южном берегу канала. Я хочу отметить, что при исследованиях городища практически не исследована посадская часть, то есть то, что выходит за зону укреплений в восточной части. Причина проста. В Новгороде археология очень трудоемка, мощные слои, мало рабочих, мало денег, но Евгений Николаевич сумел опубликовать почти все, то, что они накопали, это очень здорово, и для археологов, собственно, Новгорода, кем я и являюсь, это предмет большой зависти. Соответственно, до начала работ, это фотография конца 80-х годов, аэрофотосъемка, на территории городища не было видно никаких следов укреплений, абсолютно. То есть холм, ровная поверхность, ни валов, ни проседающего грунта под рвы, и это породило в историографии такой термин, как открытое торгово-ремесленное поселение. Вот говоря о новых интерпретациях, подобный этот термин стоит рассматривать как историографический факт, и внимания на него не обращать, потому что Рюриково городище – это чистое городище с укреплениями. Соответственно, в 89-м году в восточной части Рюриково городище коллеги обнаружили ров, в 98-м, 2000-м обнаружили ров в южной части городища, в начале 2000-х они нашли дубовые конструкции стен, которые сползли в ров. Относительно недавно, в 2013-2016-м Иван Игоревич Еремеев обнаружил остаток рва в северной части городища, то есть это позволило коллегам протрассировать городище, ров-городище. Пока непонятно, как он соотносился с Волховым, но как минимум это было городище Д-образной формы, поскольку здесь очень крутой берег до сих пор, и интерпретаций для того, что какая-то часть укреплена была с береговой стороны, оснований для этого нет. И вот в 2001-м году, опять же, в южной части городища были обнаружены остатки дубовых деревянных конструкций ин-ситу, и качество их было таково, что нам удалось взять образцы для дендрохронологического анализа. Соответственно, несколько слов про ров. Вот на этом участке, вот в этом участке, и точечно вот здесь, ров засечен физически, остальной пунктир проведен, ну, гипотетично. Мы знаем, что глубина рва составляла около 2 метров 70 сантиметров, ширина в верхней части точно неизвестна, но не менее 9,5 метров, ширина нижней части около 4,5 метров, и идет оно на уровне чуть ниже 18 метров по балтийской системе высот, что указывает на то, что ров был сухим. Он никогда не заполнялся водой, разве только в прибрежных частях. Западный склон ступенчатый, дно относительно неровное, с углублениями и буграми, и западный склон, что естественно это край холма, он выше восточного. То есть у нас есть ров, ну, я забежал вперед, мы знаем, что есть стены, но между открытием стен и открытием рва прошло почти 20 лет. Стены в верхней части, ну, придется на словах, стены в верхней части представляли собой фрагменты древесного тлена, некие дубовые бревна. В некоторых местах, ну, не знаю, боюсь, что мне отсюда не видно, вам, скорее всего, тоже, они были расположены под наклонными полосами. В какой-то момент была интерпретация, что это колья, врытые в ров, в стенку рва, но потом от этой версии отказались. И вот в 21-м году был потрясающе низкий уровень воды, и коллеги влезли в ту часть, которая обычно затоплена полностью. Ну, вот, собственно, сзади канал, здесь вот стоят лужи, это уровень воды в канале, она никуда не девалась, но в результате были вскрыты полностью сохранившиеся дубовые бревна не в виде древесного тлена, а в совершенно твердом состоянии. Вот несколько фотографий, то есть видно, что лежат бревна, какие-то к ним другие деревянные конструкции. Но самым главным оказалось другое. Владислав Юрьевич Соболев обнаружил при очень низком уровне воды некие бревна, лежащие ниже уреза воды. Они видны невооруженным глазом и сейчас, то есть, видны это, я погорячился, но вот здесь вот. Булыжники сверху это берега укрепления второй половины 19 века. Но и все считали эти бревна, что это тоже берега укрепления, но они не совпадают по углу расположения и по трассе. В 21 году несколько бревен было окопано, с них был взят образец для дендрохронологического анализа и даже получена дата. И вот даты, они немножко поменяли все наше представление. Это до сих пор толком не осмысленно, то есть опубликовано, но насколько полученная система хронологии повернет наше мнение о городище Новгороде и вообще раннем этапе, я боюсь, что это еще процесс лет пяти. Значит, во-первых, это была серия дат, не единичная дата, а более 10 спилов. Они в Новгороде дендрохронологическая шкала, как и во многих других древнерусских городах, сделана по хвойным деревьям, по сосне и по еле. И дуб в нее не вяжется, у него другая система роста, система развития и возможности датировки. Но Ольга Альбертовна Тарабарзина, сотрудник Новгородского музея, в течение 25 лет собирала дубовые образцы и параллельные, синхронные им образцы сосновые. И в результате два года назад ей удалось построить при помощи данных коллег из Института археологии Белоруссии шкалу по дубу. И когда находки с городища были сопоставлены с этой шкалой, то выяснилось, что порубочные даты ложатся в очень узкий хронологический диапазон с 858 по 861 год. То есть искусственная, как считается, дата из древнерусских летописей внезапно получила подтверждение естественно научными методами, которые оспорить практически невозможно. конструкции стены представляли из себя ну понятно ров, дальше была горизонтальная площадка берма и удалось выявить два ряда укреплений. Это клетия из трех стен, связанные между собой, при этом вот эти бревна на своих дальних концах закреплялись вбитыми сквозь них в землю кольями. Аналогичную конструкцию имела верхняя часть, но там сохранность гораздо хуже, потому что вода уходит и дерево разлагается. Конструкция достаточно грубая, срублена, ну как, не совсем тяп-ляп, но очень близко к этому. Видимо, на скорую руку, но самое главное это дата, которая совпадает с призванием Рюрика по летописям, хотя это еще нужно доказать. Несколько слов про вещевой материал Рюрикова городища. Наиболее яркой частью коллекции городища являются, конечно, скандинавские находки, просто они сильно отличаются от всего того, что есть. на данном слайде достаточно известные вещи, то есть навершие булавки в виде головы дракона из свинцово-оловянистого сплава, фигурка валькирии, подвеска, медная пластинка с рунической надписью охранительного характера, и шейная гривна с молоточком тора, то есть это вещи однозначно скандинавские, они не могут употребляться другими этносами, поскольку имеют религиозный характер. Элементы женского костюма, равноплечные фибулы, круглая фибула и подвеска, также в стиле борры, то есть однозначно скандинавские, множество аналогий на территории Скандинавии, множество находок в раннегородских древнерусских центрах. Костяные гребни односторонние, которые уже относятся к другому сюжету, поскольку гребень может быть использован любым этносом, они не имеют этнического налета. И с дальней от меня стороны экрана это небольшой костяной игольник, просто красивая вещь. В то же время на городище есть вещи и других этносов. финно-угорские односторонние гребни, спиралеконечная фибула, которая была распространена повсеместно, славянская лунница, перстень с балдскими корнями. Это говорит о том, что нельзя говорить, что городище основано скандинавами, и то, что на нем жили только скандинавы. Это раннегородской центр, в нем как в котле из разных культур варилась древнерусская городская материальная культура, которая потом перерастает уже в культуру средневекового Новгорода и других городов. Естественно, бусы, извините, что черно-белая, но крайние это сердолик, они опять же есть практически везде, мозаичная глащатая буса стеклянная на ближней ко мне части экрана, то есть это тоже общая черта раннесредневековой культуры. Естественно, у нас есть на городище и арабов серебро, и янтарь балтийских берегов, и византийское стекло, причем это находки именно 10 века, есть более поздние находки из территории княжеской резиденции. Немножко такой промежуточный итог про городище. В целом освоение территории городищенского холма происходит в первом, втором тысячелетии до нашей эры, то есть люди там жили давным-давно и постоянно. Ну, Иван Игоревич Еремеев там насчитывает, если меня память не обманывает, семь этапов существования, но это вопрос достаточно дискуссионный. В раннем железном веке, то есть в первом тысячелетии нашей эры городищенский холм опять же был заселен, есть в переотложенном виде разнообразная керамика, но явных следов культурного слоя пока не обнаружено. В середине 9 века возникает крепость, построенная из дуба и обнесенная рвом. К рубежу 9-10 крепость прекращает свое существование, ее конструкции частично сползают в ров, частично сброшены, а часть осталась в самом низу. Сама территория рва начинает использоваться в хозяйственных целях, в конце 10 века в ней размещают хлебные печи достаточно большие, а также различные огнеопасные производства. На протяжении всего 10 века городище существует как достаточно активное с точки зрения человеческих остатков место, которое подтверждается и ремесленными, и бытовыми комплексами. В 11 веке территория претерпевает некоторое запустение, запомните этот момент, он понадобится чуть позже, и в 12 веке культурный слой городища содержит остатки княжеской резиденции, очень богатые материалы, но поскольку я ограничил сегодняшнюю лекцию 11 веком, то я подробно об этом не буду говорить, но нюанс таков, что на территории заплывшего рва строится церковь Благовещения 1103 года, которая через 200 лет обрушается, потому что часть стены стоит на подвижных грунтах рва, и та руинка, уже музеифицированная, которая стоит сейчас, это церковь 14 века, но если вы приедете в Новгород, то можно посетить этот музейный объект, и увидеть в том числе остатки церкви 12 века, даже как она кренится по склону рва. Как всегда в науке есть перспективные проблемы, которые требуют дальнейшей разработки. Для городища это, конечно, изучение посада, то есть территории за пределами укреплений. Мы не очень представляем, как выглядел холм-город и что на нем было. И, конечно, это поиск раннего могильника, потому что это общая проблема и для городища, и для Новгорода. У нас нет погребальных памятников. Что же Новгород, спросите вы меня, и вот сейчас дальше будет уже про Новгород. Снова картина весны этого года, разлив, соответственно, вот здесь у нас Кремль, Ярославово дворище, вот течет Волхов, вот этот маленький холмик, это городище, а дальше все темные пятна, это кусты или земля, а светлые пятна это вода. То есть в очередной раз про остров и так далее. Основные объекты на территории Новгорода это Кремль со собором Святой Софии, почти напротив стоит Ярославово дворище, и вот здесь я указал городище как холмик. Ну да, не очень видно, ну ладно. Значит, по материалам геологических бурений некоторое время назад нам удалось построить карту погребенного рельефа города, то есть того рельефа, на который приходят первопоселенцы, как будто мы взяли и срезали весь культурный слой от 10 до 20 века. Мы видим, что Софийская сторона представляет собой относительно ровное плато, совершенно неудобное с оборонительной точки зрения. На торговой стороне у нас наблюдается некий холм в районе Ярославово дворища и Славянского конца, небольшого достаточно размера, а остальные части более низинные, ну не то, чтобы подболоченные, но сыроватые. И здесь также показаны городские ироскопы, их не очень видно, но вот более светлыми в таких кружках показаны те ироскопы, на которых обнаружены слои 10 века. Это Неревский, Троицкий ироскопы внутри Кремля на Софийской стороне и Михайловский ироскоп на торговой стороне. Крайне существенный момент, что ни на одном ироскопе не обнаружено материалов древнее, чем 30-е годы 10 века. 30-е годы 10 века есть на Неревском и Троицком. Раскопы на территории Кремля, они небольшие по площади, конечно, это может накладывать свой отпечаток. на них нет материалов раньше второй половины десятого и на Михайловском роскопе также вторая половина десятого века как время освоения территории. Ни в одном другом роскопе на территории торговой стороны материалов десятого века, то есть культурного слоя и застройки не найдено. По материалам построек мы видим, что Новгород возникает сразу же как город, то есть есть структура улиц, которым до мощения предшествовали проселочные дороги, территория усадеб, которые приобретают достаточно типичные для города черты сразу же, то есть здесь у нас усадьба 30-40-х годов десятого века, одна постройка, вторая, третья, четвертая, пятая и примерно то же самое мы видим чуть-чуть за пределами, то есть это уже 12-е начало 13-го века, то есть разница технологическая есть, но разницы планографической практически нет. Аналогично это приведены постройки из Троицкого раскопа, но в Неревском точно такие же, и это совершенно разрушает старую версию о том, что Новгород возникает из трех поселков разноэтничных. Ни характеристика застройки, ни инвентарь не показывают этнических различий. То есть город возникает в 30-х годах 10-го века сразу как разноэтничное поселение. поэтому теория о трех поселках к настоящему моменту считается устаревшей. Новой у нас не очень нет, но старая устарела. Ну, не видно. Выглядели мы при помощи современных технологий, Дмитрий Андреевич там даже сидит, нам удалось восстановить облик, ну, точнее, реконструировать облик построек в 3D. Я надеюсь, что буквы и ссылку видно. Можно сфотографировать и сходить на сайт, посмотреть это в более высоком качестве, чем на фотографии у меня. Материальная культура Новгорода, так же, как и культура городища, разноэтнична. Почитать из самого свежего я предложил бы статью Александра Евгеньевича Мусина и Ольги Альбертовны Тарабардиной о скандинавах среди первопоселенцев Новгорода, где собраны все скандинавские вещи, которые обнаружены в городских раскопах X-XI веков и абсолютно становится очевидным, что не на каждой городской усадьбе жили скандинавы, но на многих. И в X веке, и в XI они оставляют некие следы. Здесь еще нужно проводить определенную дифференциацию в контексте находок, потому что, допустим, если у нас найдена готландская фибула, то это не значит, что это предмет, который носили. Это может быть ювелирное сырье. Если на усадьбе присутствует ювелирная мастерская, то, скорее всего, это сырье. На всей территории Древней Руси цветной металл был привозной. Это импорт. И вторая статья Любови Владимировны Покровской о балтских и прибалтийских предметах на усадьбах Троицкого раскопа. Совсем свежие издания 2019-2021 годы. Ну и, конечно, материалы новгородской ежегодной конференции. Вышло уже 35 выпусков. Новгород, новгородская земля, история и археология. Там публикуется наиболее оперативная информация про новгородскую археологию, осмысление, открытие и так далее. Это книга, которой, скажем так, реконструктор Новгорода должен иметь на столе постоянно. Плохо видно. Несколько примеров про полиэтничную культуру и связи. На нутном раскопе четвертом в слоях первой половины 11 века был найден костяной псалий. Очень плохо видно. Сергей Юрьевич Каинов считает, что это псалий. Я с ним в принципе согласен, потому что других интерпретаций у нас нет. на нем вырезана личина, но вот очень смутно, но видно и прямая аналогия этой личине это известная подвеска из большого гнездовского клада. Просто один в один. К сожалению, на предмете сделаны костяные площадки под еще две каких-то резных, вернее, одна есть и там баран, а вторая осталась недоделанной. Конечно, очень хотелось бы, чтобы на второй тоже был баран, и тогда мы получим тора на своей колеснице, запряженной двумя баранами, но мечтать не вредно. То есть, понимаете, в Новгороде жил человек, который резал и недоделал предмет в скандинавской культуре с прямой аналогией в Гнездово. Я напомню, 550 километров. Второй сюжет это игральные фишки. Опять у нас где-то середина XI века. карты не видно, но стрелочки видно. Соответственно, вот эта новгородская вещь, первая половина XI века, в Киеве две таких XII век, но они также есть в Транхейме, Лунде, во Фройле на Готланде их аж две, и еще одна есть в Северной Германии, в Балтийской части, просто на карту не поместилась. Все они с отверстиями внизу, и есть гипотеза, что это халотафль, то есть хвостатые тавлеи, но наиболее разумное, мне оно очень нравится, что это вставлялись шпеньки для того, чтобы они не смещались на игровой доске. Мы не знаем правил игры, у нас нет досок, у нас есть только фишки, но нюанс вот в чем. Для X века характерны стеклянные или костяные фишки, которые полусферической формы. Для XI века характерны подобные грушевидные. В XIII веке они сменяются уже шахматами, ничего подобного нет. Возникает вопрос, это другая игра или просто поменялась мода на фишки. но ответа у нас нет. И, наконец, последняя картинка про материальную культуру. Значит, уже на верши одежной булавки, которую я показывал, которая явно скандинавская, то есть явно скандинавский дракон. А сбоку у нас на верши одежной булавки, только более массивной, наверное, 8 мм в диаметре. С раскопа Дубошин-2 это середина XI века. Это тоже дракон, но он другой. Ну, вот видно невооруженным глазом, что он другой. Дело в том, что аналогии вот подобным драконам есть на резной деревянной посуде на рукоятках ковшей новгородских. То есть, я бы сказал, что это ихний дракон, а это дракон наш. То есть, древнерусская культура переварила чужой образ и оформила его в том виде, как казалось правильным ей. И в дереве, и в кости, и в бронзе. Самое любопытное, один из коллег мне прислал находку, это половинка головы дракона, то есть, она из двух частей испаянная. И у меня на раскопе только половинка. А вот в Белоруссии металлодетектористы нашли целую. Даже с остатком железного лезвия, железного стержня. Слишком тонкая. 8 миллиметров это очень мало. То есть, вот. И в белорусской находке там конечный и заостренный стержень. То есть, к сожалению, как вы понимаете, то, что добывают археологические грабители, не поддается датировке и, по сути, вырвано из контекста навсегда. То есть, мы про эти вещи не узнаем ничего. Я даже не хотел показывать, потому что теперь они знают. возвращаясь к картинке раскопов, то есть, понимаете, что в Новгороде исследовано больше 60 раскопов, площадь составляет более 50 тысяч квадратных метров, но в соотношении к 4,2 квадратных километрам территории города на конец 14 века это капля в море. Мы знаем о Новгороде, ну, дай бог, 3%. Это очень мало. Но даже эти знания очень сильно меняют наше понимание Новгорода и его развития. Но там, где есть дендрохронологические датировки и застройка, мы можем методами географических информационных систем с шагом в 50 лет построить карту развития города. Понятно, что где культурный слой есть, там город был, а где его нет в условной середине 14 века, то там города не было. Вот так выглядит начальный этап карты, то есть выглядит это громко сказано. В 10 веке у нас есть некая полоса освоенная на Софийской стороне и небольшое пятно освоенное на торговой стороне. город развивается на торговой на юго-восток и немножко северо-восток на северо-запад и юг на Софийской стороне. Ну вот штриховки не видно, и это очень меня огорчает. То есть по сути придется вам верить мне на слово. Мы видим динамику развития города каждые 50 лет. В результате мы понимаем, что город развивался не единой сплошной площадью, а некоторыми такими языками, которые идут вдоль каких-то коммуникационных трасс. Самое интересное, что у нас есть прямая аналогия современности. Если кто-нибудь помнит Москву 80-х годов и современную Москву, то вы увидите, что между условно проспектом Вернадского и Ленинским проспектом были пустыри. Сейчас там стоят высотки. То же самое происходило в Новгороде с 10-го по 13-й и потом со второй половины 13-го до 15-го века. То есть вдоль каких-то коммуникационных маршрутов происходит заселение, а внутри остаются некие пустые области, которые заселяются чуть позже. Ну вот не видно, к сожалению. То есть вектора развития вы можете посмотреть и к какому раскопу они пришли. То есть если я отмотаю назад, вот Федоровский раскоп, в нем нет слоев 10-го века, но есть слои 11-го. в Ильинский доходит 11-й век. И в начале 13-го в городе происходят катастрофические события, то есть два голода подряд в 1215-м, 1230-м. Население вымирает, происходит забрасывание территорий, достаточно заметное. И только во второй половине 13-го Новгород снова начинает расти. И к концу 14-го он дорастает до территории вала окольного города, вот тут точечками показаны, и с этого момента все, что выплескивается за окольный город, городом уже не считается. Это слободы. Если мы вернемся в 10-й и 11-й век, и предположим, вот я предложу вот такую схему, очень грубую, то есть нанесены раскопы, собор Святой Софии, который строится в 1045-м, 1050-м. Ранний детинец, схема достаточно абстрактная, это одна из версий, что крепость была круглой, но она вскрыта в нескольких точках, и для убедительных оснований, чтобы говорить, что было именно так, у нас нет. На восточном берегу Волхова возникает зона торга, вероятно, зона порта, хотя некоторые исследования современные показывают, что вымыл это не обязательно пристань, как считалось раньше, а возможно просто завершение торгового ряда. Но раскопок в береговой зоне у нас нет, хотя есть подводная археология, но об этом чуть позже. На этой схеме кое-чего не хватает. Вот эти же объекты уже в современном виде, почти все они сохранились до сих пор. Вот эта фотография, кроме того, что она просто красивая, она подсказывает, чего не хватает. В современном Новгороде четыре моста, мост Александра Невского и пешеходный мост. На схеме, которая построена по археологическим гипотезам, мостов нет. Точнее как, мы ничего о них не знали до определенного момента времени, пока в Новгороде не появилась подводная археология в лице Айвара Владимировича Степанова, который, собственно, мне предоставил следующую серию картинок. Значит, когда мы говорим о подводной археологии в Новгороде, это не ныряние в теплое море при ярком солнышке. Вот здесь очень четко видно, как лежит снег на берегу Волхова. То же самое на верхней фотографии. Здесь они транспортируют, собственно, нырятельный понтон. Причина очень проста. Летом мелководное озеро Ильмень прогревается и несет множество ила. Только к марту месяцу немножко остывает и ил оседает. Ну, вот на этой фотографии ничего не видно, да, вот на верхней, но видимость в марте на расстоянии вытянутой руки под водой. В июне на половине вытянутой руки. То есть подводная археология идет практически на ощупь. И, соответственно, у них за последние три года новые достаточно любопытные результаты. Соответственно, поиски средневекового моста. Здесь на схеме показана трасса современного пешеходного моста, но мы знаем, что он построен в начале 19 века, а до того мост располагался южнее, он был с изгибом, и в течение лет десять назад Айва Владимирович путем систематических за несколько лет работ, нашел остатки этого моста, он возникает в 13-14 веке, у него свайные конструкции, поверх настила размещались лавки, это подтверждается многообразными артефактами, поднятыми со дна, которые также датируются от 13-го до 17-го веков в основном. Очень интересно, никто не ожидал, что культурный слой может формироваться на дне текущей реки, но они специально проводили разведывательные раскопки, выбрасывали траншеи ниже и выше моста, и обнаруживалось, что как только они отходят на несколько десятков метров, культурный слой находки абсолютно исчезает. То есть, видимо, вещи падают плюс-минус вертикально, даже мелкие монетки, и течения их не относят далеко. Если память не обманывает, около пяти лет назад они провели холодную съемку дна, и южнее моста 14-го века обнаружили на дне Волхова несколько всхолмлений. И в 18-м году заложили на одном из таких всхолмлений раскоп. То есть, вот, как бы, картина такая, вот мост 12-го начала 13-го века, и вот мост, который Владимир датирует 10-м веком, но я с ним пока что не согласен, я считаю, что это чуть позже, но у нас еще недостаточно материала, с моей точки зрения. Соответственно, ключевая разница была в том, что это был мост ряжевой конструкции. Это когда рубится сруб, в нашем случае городни с заостренными носами, направленными против течения. Сруб либо вытаскивается на канатах на воду, либо чаще всего на лед, и дальше он заполняется камнями. под весом камней сруб затапливается, и уже поверх этого строится мост. В принципе, если кто бывал на лесовозных дорогах, на вырубках среди многих речек, подобные мосты живут до сих пор. Это один из самых простых способов сделать надежный мост. Но у него есть один ключевой недостаток. Когда дерево выходит из качественного состояния, то есть попросту гниет, вся эта каменная куча рассыпается, и новый мост на этом же месте построить невозможно. В летописи есть смутное упоминание, что мост строится в другом месте, но никто не понимал где до тех пор, пока Эвр Владимирович не нашел вот эти остатки. Я говорил про датировку, материальная культура там с широкими датами, то есть да, это 10-11 век, но в какую сторону склониться, в более раннюю или в более позднюю, по имеющимся материалам мы убедительно предложить не можем. Но в то же время есть некоторые соображения, и их я озвучу вот в общее итоговом, скажем так, картина с хронологическими рамками, которая касается городища и Новгорода. Значит, где-то в середине 9-го века, будем считать около 862-го года, на городищенском холме строится крепость, и возможно она получает название холм-город. На рубеже 9-го и 10-го веков крепость прекращает свое существование, и в 10-м веке продолжается интенсивная жизнь, но старая крепость частично сбрасывается в ров, и память о ней слово сохраняется, но где проходило уже исчезает. В 30-е годы 10-го века начинает заселяться территория Новгорода. Очень важный момент, Евгений Николаевич Носов полагал, что Новгород начинает заселяться тогда, когда городище сокращает интенсивность своей жизнедеятельности, но современные данные показывают нам, что это не так. В течение приблизительно 100 лет Новгород, как современный Новгород, и Холмгород все существует. И вот здесь мы вплотную подходим к вопросу, почему Новгород называется Новгородом. Вероятно, на очень малой территории городища к 30-м годам 10-го века начинает резко нарастать демографическое давление. То есть население становится столько, что им не хватает места. И тогда часть из них переселяются ниже по течению в прямой видимости. И возможно это неудачная аналогия, но что-то в этом есть. Сейчас мы очень часто новостройки называем новые районы или новый город. Я думаю, что что-то схожее происходило и в нашей ситуации. Был холм город, появляются новые освоенные участки и они получают название Новгород. Вероятно, в 30-е годы 11-го века происходит перенос княжеской резиденции на Ярославово дворище. Тогда оно называлось Ярославов двор. Почему это происходит? Это отдельный вопрос, над которым стоит много думать, но я склонен полагать, что к 30-м годам 11-го века Новгород превратился в более крупный торговый центр, чем городище. И Ярослав решил перенести свою резиденцию ближе к центру экономической жизни. Как мы помним, городище в 11-м веке затухает. После того, как Ярослав становится великим князем киевским, он проводит несколько акций государственного уровня. То есть, во-первых, в Новгороде строится под началом его сына, но это не отменяет более высокого руководства. Сначала строится новый город, то есть, видимо, крепость, и дендродаты подтверждают летописную дату 1044-й год. В 45-м году закладывается Святая София, а мы помним, что Софийских соборов в стране всего лишь три. Киев, Новгород и Полоцк. Это три крупнейших центра, то есть это однозначно единая акция. И вот я склонен полагать, что где-то в это же время появляется Великий мост. На торговой стороне в 11 веке наблюдается резкий прирост территории, и городу становится необходимо обеспечить не судовую, а пешую связь между двумя сторонами единого города. В 1103 строится каменная церковь благовещения на городище, в 1113 строится Николодворищенский собор на территории княжьего двора, теперь уже на дворище, в 1137 новгородцы изгоняют князя, и он окончательно выезжает в свою резиденцию на Рюриковом городище, и городище становится только резиденцией и ничем большим. Вот примерно так выглядит достаточно стройная канва, по крайней мере она не имеет внутренних противоречий, и это современная версия, как возникает Новгород, как он соотносится с городищем, ну а дальше история уже только Новгорода совсем другая. Благодарю за внимание, не видно шара в виде сердца, который летит над Новгородом, очень красивая картинка, и у меня еще время ведь есть, прекрасно, две бонусных картинки. Значит, случайная находка мяча считается, что на Софийской стороне выше по течению, чем Кремль. Меч несет явные следы скандинавского погребального обряда, он убит, сломан, имеется в виду изгиб рукоять просто плохой сохранности. Проблема в том, что это находка металлодетектористов, и откуда они ее принесли, никто не знает. Они говорят, что на Софийской стороне, то есть напротив городища примерно, но насколько это достоверно, неизвестно. Мы, повторюсь, ни для Новгорода, ни для Рюрикова городища не знаем, где располагался ранний могильник. Теоретически это ставит вопрос, умирали ли древние новгородцы, я считаю, что мы живем вечно, но ответа на науку, на научные вопросы это не дает. и вторая картинка это берестяной парус от кораблика 11 века. К вопросу об играх и игрушках дети играли всегда и в том числе в лодочке. Просто 11 век мальчик пускает кораблики или девочка, неважно. Сначала, когда нашли, мы не поняли, что это такое. Потом посмотрели и это тоже красиво. Благодарю за внимание. Спасибо.